В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пересечение проспекта Музрукова и улицы Строитель Захарова признано аварийно опасным. Вдохновляющая Лира Росатома саровчане приняли участие в творческом конкурсе. 7-1 в пользу Буревестника на стадионе Икар прошла игра в рамках чемпионата города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Постановлением администрации города пересечения проспекта Музрукова и улицы Строитель Захарова признано аварийно опасным. В качестве первоначальных мер устранения причин и условий возникновения ДТП названо ограничение максимальной скорости до 40 км в час со всех направлений перед пересечением улиц. После открытия моста через реку Сатис на участке пересечения проспекта Музрукова с новой улицей Строителя Захарова появились новые светофоры и дорожные знаки. Произошли изменения со схемой движения пешеходов через проезжую часть. Все эти новшества неизбежно отразились на системе дорожного движения. По данным госавтоинспекции, на участке пересечения улицы Строителя Захарова с проспекта Музрукова за год произошло три ДТП с пострадавшими. Это определяющий фактор, чтобы признать участок дороги аварийно опасным. Одной из причин пословствующего совершения данных дорожно-транспортных происшествий является высокий скоростной режим на перекрёстке, также при подъездах к данному перекрёстку. Неутешительная статистика ДТП на этом отрезке дороги обсуждается как самими автомобилистами, так и теми, кто отвечает за безопасность пешеходов и водителей на дорогах. После мониторинга ситуации было принято решение ограничить скорость движения транспорта на всех подъездах к аварийно опасному перекрёстку. Соответствующие дорожные знаки будут установлены с 1 августа. Дорожная ситуация с открытием ДТП соответственно заменилась, пока ещё водители не привыкли к существующей дорожной ситуации и возникает подобного рода дорожно-транспортное происшествие. Статус аварийно опасного участка дороги носит временный характер. Если принятые меры дадут положительный результат пересечения проспекта Музруково, и улица строителя Захарова перестанет быть местом частых дорожно-транспортных происшествий. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к рекам и озерам. Вода помогает получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может стать источником повышенной опасности. Последствия неправильного поведения на воде будут печальными. Почему люди становятся жертвами стихии? За ответом на этот вопрос мы обратились к специалистам. Вода – непредсказуемая стихия. С одной стороны, она помогает расслабиться, снять стресс и успокоить нервы. Но в то же время она может забрать жизнь человека. За первый месяц лета на водоемах Нижегородской области зарегистрировано 16 происшествий, в результате которых погибло 17 человек. Саровчан в этом списке, к счастью, не оказалось. Причина, наверное, объективная, потому что и водоемы другого характера, и площадя, и акватории у нас все-таки более оккультурено. Все приведено в больший порядок, где больше наблюдения. Проведенный анализ показал, что причин происшествий всего две. Первое – купание в необорудованных для этого местах. Но все-таки 90% людей погибли из-за несоблюдения простых правил поведения у воды. Наибольшая часть из этих 90% – это употребление спиртных напитков, когда у людей притупляется чувство осторожности. Остальное – это уже, скажем, медицинские случаи, когда не соразмеряют температуру воды, температуру окружающего воздуха, идут резкие какие-то спазмы, вплоть до остановки сердца. Но главный враг утопающего – это паника. Как утверждают специалисты, впавший в истерику человек может погибнуть и на мелководе. Даже человек, не умеющий плавать, если будет спокойно себя вести, то есть не болтыхаться, просто держать себя на воде, он сможет держать себя на воде. В нашем городе есть четыре места, где можно отдохнуть у воды. Однако официально купаться разрешено только в двух водоемах – на протяжке и пруду боровом. Здесь работают специальные медицинские пункты и спасательные посты, где есть все, что нужно для оказания первой медицинской помощи, а также спасательные жилеты и круги. Если вы увидели тонущего человека в месте, не оборудованном для купания, незамедлительно звоните по номеру 112 или в Саровский аварийно-спасательный отряд 70-600. О том, как оказать помощь утопающему самостоятельно, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. 5 июля вступило в силу летнее ограничение на проезд большегрузов по федеральным автомагистралям Нижегородска, Московской, Владимирской, Ивановской областей и Республике Мордовия. Оно будет действовать до 31 августа при температуре воздуха свыше 32 градусов и коснется только тех транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. При этом социальные виды перевозок по действию ограничения не попадут. Так же, как и работа экстренных служб и транспортировки грузов, применяемых для устранения чрезвычайных происшествий или ремонтных работ. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу некоторых документов. Теперь за получение национального водительского удостоверения придется отдать 3000 рублей. Биометрический загранпаспорт обойдется россиянам в 5000. Для справки, инициативу повысить госпошлины правительство объяснили необходимостью компенсировать часть затрат на внедрение в оборот документов нового образца. Городская администрация приглашает саровчан принять участие в общественном обсуждении проекта благоустройства парка культуры и отдыха имени Зернова и набережной реки Сатис. Встреча пройдет в художественной галерее в следующий четверг, 12 июля, начало в 17.30. Пожелания и предложения, которые там прозвучат, учтут при формировании технического задания для проектировщиков. Напомним, работа по благоустройству городского парка и набережной запланирована на следующий год. В пятницу, 6 июля, в Молодежном центре пройдет торжественная церемония именоречения. В преддверии Дня семьи, любви и верности свидетельство о рождении вручат многодетным мамам и папам детей, которые появились на свет в 2018 году. Также на праздники подведут итоги городского фотоконкурса «Радость отцовства» и вручат почетные медали за любовь и верность. Праздничное мероприятие начнется в 17.30. Вдохновляющая Лира Росатома – новый социокультурный проект, который стартовал в городах атомной отрасли и наукоградах. Его цель – приобщить любителей литературы к творчеству писателей-земляков, которые находят отклик в сердцах людей и развивают чувство гордости за свою малую родину. Информационно-библиотечное объединение города Заречного предложило записать на видео стихи городских поэтов. Библиотека имени Маяковского решила поддержать инициативу коллег. Драгоценный камень в бархатном футляре. Именно такие ассоциации вызвали у Ирины наш город около 20 лет назад. И тут же родились поэтические строки, которые спустя время она положила на музыку. Ирина решила, что в песенной форме стихотворение будет ближе читателям. И в проекте «Вдохновляющий Лера Росатома» она исполнила его акапелла. Ирина Егорова вместе с Павлом Тужилкиным стояла у истоков создания литературного объединения «Саровские ключи». И вот уже 15 лет она не только активно пишет стихи, поэмы, очерки, участвует в конкурсах, но и помогает молодым литераторам развивать их таланты. Она чутко очень относится к слову. Она умеет очень ярко строить образ, находить единственно значимые, интересные слова при описании явлений природы, при описании человека. Константин Паустовский сказал, что поэтическое восприятие обычных вещей и событий жизни – это величайший дар. И только не растерявший его становится поэтом. Не всегда стихотворение быстро ложится на бумагу. Рождение произведения – это сложный процесс, который зависит от многих факторов. Рождается очень по-разному. Чаще всего в минуты какого-то душевного напряжения, отчаяния или душевного напряжения от восхищения, от какого-то переполняющего восторга, то есть на пике каких-то эмоций, чувств. Завершится проект выходом фильма, который соберут из присланных видеороликов. И уже осенью каждый житель городов в присутствии госкорпорации «Росатом» сможет увидеть своих земляков, поэтов в новом фильме. Провести пятничный вечер в большой компании за просмотром хороших фильмов – такая возможность теперь есть у каждого саровчанина. В Парке культуры и отдыха имени Зернова начинает свою работу летний кинотеатр под открытым небом. В день открытия можно будет посмотреть серию короткометражных фильмов из программы Всемирного фестиваля уличного кино. Кинотеатр будет работать каждую пятницу до конца августа. В год 70-летия Парка культуры и отдыха имени Зернова у саровчан появилась возможность стать зрителями Всемирного фестиваля уличного кино и испытать на себе объединяющую силу искусства кинематографа. Посетители летнего кинотеатра под открытым небом увидят семь короткометражек, снятых российскими молодыми режиссерами. Саров может теперь тоже прикоснуться к этому фестивалю, посмотрев те самые лучшие короткометражные фильмы за четыре года существования этого фестиваля. То есть сюда вошли именно победители и картины короткометражные, которые в течение четырех лет оценивала вся наша страна, начиная от Дальнего Востока и заканчивая ее европейской частью. В короткометражных фильмах нет дорогих спецэффектов и декораций. Авторы делают акцент на оригинальном сюжете и актерской игре. Поэтому зрители за один вечер смогут испытать огромную гамму чувств, порадоваться и попереживать вместе с героями. Помимо взрослой программы, в летнем кинотеатре будут показывать детские и семейные фильмы. Взрослые показы будут начинаться в 21.30, детские – в 8 часов вечера. В этом году в детскую программу вошли не короткие мультфильмы, а полные, полнометражные художественные фильмы для семейного просмотра. Это есть и мультипликация, и фильмы с художественной направленностью. Откроется летний кинотеатр 6 июля. Начнется первый в этом сезоне сеанс в 9 часов вечера. Всех любителей кинематографа ждут удобные кресла и теплые пледы на случай низкой температуры воздуха. В случае плохой и дождливой погоды сеансы будут отменяться. Триатлон – это вид спорта, представляющий собой гонку из трех этапов – плавания, велогонки и бега. На озере Протяжном прошли городские соревнования по этой комплексной дисциплине. Спортсмены проплыли 400 и 150 метров, проехали на велосипедах 20 и 15 километров, а также пробежали 5 и 3 километра соответственно. Подробности далее. С разбега участники ныряют в воду озера Протяжного. Цель – как можно быстрее преодолеть дистанцию и максимально оторваться от соперников. На другом берегу спортсменов уже ждет подготовленный к заезду велосипед и отрезок длиной в 20 километров. О последующем кроте на 5 километров спортсмены стараются не думать. Триатлон – спорт не для всех. И на подобных соревнованиях случайных участников не бывает. В основном участники все одни и те же, новых практически не бывает. Но это сложно. Здесь надо и плыть, и бежать, и на велосипеде. Не все могут себе это позволить. Велосипеды хорошие. Триатлон пользуется особенной популярностью у лыжников и даже входит в летний набор тренировок спортсменов. Наталья Бурцева в триатлон пришла как раз из этого зимнего вида спорта. Ее цель – заработать награду и, конечно же, получить удовольствие от самого процесса. Это весело, интересно. Посмотреть, на что ты готов, на что готовы другие люди. Ну и вообще, такой вид спорта. У нас только одно соревнование с Сарой проводится. Конкуренция у девушек на этих соревнованиях минимальная. В этом году заявок от слабого пола пришло всего две. Но для Натальи это не имеет никакого значения. Даже если спортивной борьбы с соперницей не получится, всегда можно поставить цель – улучшить свое собственное время. Честно говоря, в этом году особо не готовилась, только бег тренировал. А так, в принципе, в прошлые годы велосипед катаешься, в бассейн ходишь, плаваешь. Свою преследовательницу Натальи после старта так и ни разу не увидела за спиной. Дистанцию преодолела с улыбкой и желанием в следующем году подтянуть плавание и улучшить результат. И, может быть, даже установить новый рекорд города в этом виде спорта. Завершился седьмой тур юбилейного 70-го чемпионата города по футболу. На центральном поле стадиона Икар встретились команды Первой лиги «Буревестник» и «Динамо УВД». По итогам игр прошедшего тура первое место в таблице занимает команда «Буревестник». О том, как прошла очередная игра чемпионата, расскажем в следующем репортаже. Напряжение чувствовалось с самого начала матча. Борьба за победу развернулась сразу после традиционного приветствия и свистка рефери. Для Александра Емельянова этот чемпионат стал семнадцатым по счету. Молодой человек начал заниматься футболом еще в детстве. В команде «Буревестник» он играет под номером семь. Товарищей связывает давняя крепкая дружба. Именно поэтому их команда сплоченная и собранная. Команда уже такая опытная, можно сказать. То есть все... коллектив уже сформировавшись. То есть играем все вместе давным-давно. То есть опытный коллектив. Все дружим, общаемся между собой. Не только на футбольном поле, но и в ней. Счет открыл «Буревестник». Распечатав ворота соперника на двадцать шестой минуте. Спустя еще десять минут Александр Емельянов укрепил преимущество команды, забив второй мяч. Успешная игра, по мнению Александра, может быть только благодаря поддержке товарищей. Заслуга партнеров. То есть надо спасать им, сказать им спасибо, что создают возможности. Я делаю тоже все возможное, чтобы не подвести их. Страсти кипели как на поле, так и на трибунах. Поболеть за команды на стадион пришли не только мужчины, но и девушки и дети. У каждого из них в этом матче был свой фаворит. «Динамо УВД». Как вы считаете, есть ли у них шанс выиграть? Ну, если команда соберется, постарается, там могут выиграть. Я думаю, нет, они не выиграют. Мы за «Буревестник». Матч между «Буревестником» и «Динамо УВД» закончился со счетом 7-1. Следующую игру команда «Буревестник» проведет 9 июля в 18 часов против спортсменов из «Терема». А в 20 часов «Динамо УВД» встретится с «Вымпелом». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.